Вздушер номер 46 состоялось первенство Москвы по акробатике среди юношей и девушек младшей взрослой группы. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов-акробатов столицы. Данное первенство проходило среди женских групп по 3 человека, мужских групп по 4, а также женских и смешанных пар. Выступления спортсменов были весьма зрелищными. И несмотря на сложность многих элементов, юные участники показали очень хорошие результаты, чем порадовали присутствующих в зале болельщиков. Мы готовились очень долго, мы приложили очень много усилий. Выступили хорошо, нормально. Смотря на то, что у нас сильные соперники, мы все равно старались, долго к этому не ушли. Перед судьями первенства стояла непростая задача. Все юноши и девушки прилагали максимум усилий, чтобы выступить достойно, так как сильнейшие спортсмены данных соревнований будут вскоре представлять Москву на первенстве России. Эти соревнования наши являются традиционными календарными соревнованиями в этом учебном году, которые начинаются именно этими соревнованиями. Называются они «Перенство Москвы по спортивной акробатике среди младших юношей». Возраст ребят, которые выступают на этих соревнованиях, от 9 лет и до 18. На этих соревнованиях мы посмотрим состав, который поедет на первенство России, посмотрим, кто как выступает, кому какие необходимые рекомендации дать перед поездкой. В общем, отбирается команда. Соревнования по спортивной акробатике заключаются в выполнении комплекса упражнений с сохранением равновесия и вращения тела. Сама же программа соревнований состоит из акробатических прыжков, а также парных и групповых упражнений. Кстати, оценивается выступление спортсменов по той же системе, что и в спортивной гимнастике. Много лет спортсмены-акробаты добиваются включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр, но пока он остается на уровне федеральных и международных соревнований. Продолжение следует...